Ты не волнуйся, здесь тебя допрашивать не будут. Это курс идеологического перевоспитания христиан, организованный Центром правового образования для таких, как ты, верящих во всемогущего Бога. Он направлен на изменение вашего мышления и взглядов. Религиозная вера – исключительно плод воображения. Предрассудок, лишенный научного основания. Все эволюционировало совершенно естественным путем. Лишь в этом истинно. Профессор, верование и суеверие – это совершенно разные вещи. Только вера в Бога и Господа Иисуса, то есть в единого истинного Бога, Творца и Владыки всего – это подлинная религиозная вера. Наша вера в Бога не основана на науке. В основе нашей веры – слова и работа Бога. В Китае у руля коммунистическая партия. Компартия – это партия марксизма-ленинизма, осуждающая любой теизм. Компартия осуждает все религиозные объединения, исповедующие веру Бога, объявляя их сектанством. Только организация, отрицающая истину, враждебной и противящейся Богу, является сектой. Все, кто фабрикует слухи и ложь для развращения человечества, являются сектой. Все, кто отрицают Христа, отрицают истину, противостоят ей или враждебен Христу, являются сектой. Обнаглели! Чтобы перевоспитать этих людей, придется приложить немало усилий. Помимо выбивания признаний из членов Церкви Всемогущего Бога с помощью пыток, нужно применить психологическое воздействие. Папа! Нужно полное промывание мозгов. Нужны жесткие и мягкие подходы к проблеме. Так мы задавим ее в зародыше. Всемогущий Бог, в Которого верите вы, так же, как Иисус, просто человек. Почему вы упрямо настаиваете на том, что Он – Сам Бог воплоти? Почему свидетельствуете, что Он – воплотившийся Христос, Спаситель последних дней? Источник истины в мире – это, безусловно, слова Христа и слова Бога. Никто, кроме Духа Божьего и воплотившегося Христа, не может выразить истину. Неважно, сколько людей верят в Бога, кто Его видел, кому являлся Бог? Всемогущий Бог говорит, Его дела повсюду, Его сила повсюду, Его мудрость повсюду и Его власть повсюду. Каждый из этих законов и правил является воплощением Его дела. И каждый из них являет Его мудрость и власть. Аминь. Кто может уйти от Его всевластия? И кто может избежать Его замыслов? Все существует под Его пристальным взглядом. Более того, все живет под Его господством. Его деяния и Его власть не оставляют человечеству выбора, кроме как признать тот факт, что Он на самом деле существует и есть владыка всего. Слово является воплотением. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok